у меня вот какие мысли возникают я то и дело где-то в году 2007 мне попалась статья в журнале squire году где-то 2007 мне попалась статья в журнале squire на русском языке там было про военнослужащего который пишет о том что мирная жизнь стоит у него поперек горла и он ловит себя на том что регулярно заходит на сайты с военными фотографиями из шокирующими материалами визуальными из военных действий войны в ираке где он сам воевал и откуда он накануне счастливо вернулся на радость всем своим родственникам семье друзьям вот им поговорив со своими бывшими однополчанами капитаном джонсом и майором ханингемом он понимает что он не один в этом что они тоже скучают по войне и вот статья о том как раз таки почему они скучают по войне и почему это так иррационально тоскливо почему так грустно жить хотя кока-колы и покоя вокруг предостаточно при этом по мои последующие исследования на этот счет если я пытаюсь найти например в конференции ted каких-то спикеров которые говорят об этом я не могу их найти в то же время очень много спикеров рассуждают о посттравматическом стрессовом расстройстве и о негативных последствиях войны для ветеранов о том как тяжело им адаптироваться как расшатанно то что расшатанным быть не должно вот но это потом это уже сейчас что происходит тогда в 2007 году меня так поразила эта статья что запомнилась мне на всю жизнь можно сказать потому что я очень ярко помнила эту статью и по прошествии 15 лет то есть я и конечно же легко нашла его и да она была точно такой же как я запомнила но конечно не она одна что еще я употребляла наркотики с воодушевлением юного щенка я открыла для себя амфетамин и экстази и это был тот невообразимый и удивительный и стремительный и торжествующий мир победителей в котором я всегда мечтала оказаться я вступила немного вступила в некую субкультуру субкультуру тех кто употребляет амфетамины и наркотики связанные со с обратным захватом адреналина то есть мы знаем да что наркотики от разных видов что есть психоделики которые открывают тебе новые грани действительности есть там диссоциативы опиады которые позволяют тебе чувствовать блаженство в теле и видеть какие-то волшебные сны наяву и опять же стимуляторы и стимуляторы которые до определенного времени были легальными и непутевое человечество даже ими лечилось это известные случаи вот говорят что вся русская революция была на кокаине и военные немцы фашисты тоже были абсолютно упоротыми вот зимун фрейд известен был злоупотреблением кокаина почему последствия раскаялась вот вторая часть этой истории о наркотиках когда мне было лет 20-19 я впервые попробовала амфетамины и экстази но не столько экстази сколько амфетамины мне очень понравились но мы знаем да что наркотики бывают разных видов что есть психоделики которые помогают тебе видеть мир иначе вот открывать новые грани и всякое такое а опиады позволяет тебе испытывать блаженство спать наяву и избавлять тебя от всяких тревог и горестей но интересно мне были только стимуляторы стимуляторы те которые позволяют почувствовать себя победителем почувствовать себя победителем в какой-то такой абстрактной войне против всего человечества которую я может быть несознательно вела может быть кто-то меня навязал но дело не в этом то дело в том что когда я увлеклась наркотиками я естественно познакомилась с другими людьми которые разделяют мои сферы интересов и там был некий притон в который мы попали так скажем не совсем плохо там все было но там продавались наркотики там употреблялись наркотики громко играла музыка люди мало спали кто-то был сильно раздражителен кому-то было никуда идти но в общем день и ночь были смазаны и люди которые употребляют регулярно наркотики они находятся друг с другом в таких странных отношениях и не совсем человечных там это было так давно что я уже практически забыла как это единственное что я запомнила из всего этого опыта это был тот человек я не помню как его звали но он произносил эту речь он был одним из завсегдатаев и значит он регулярно употреблял амфетамин и как-то раз он произносил речь стоя в центре комнаты а все остальные его слушали и его речь была о какого-то военного такого такой тематике она была что-то там она была о завоевании она была как будто бы он полководец завоеватель Александр Македонский или что-то в этом роде только все было очень абстрактное не то что он куда-то призывал конкретно он просто уносился в своих мечтах он уносился в своих грезах а грезы были о завоевании и о величии императора я смотрела на него и видела как сильно горят его глаза как много страсти в его голосе как будто бы вот сейчас именно сейчас он находится на своем месте бедный бедный ты страдалец подумала я потому что вот его же скоро отпустят и он опять окажется наедине с собой совсем не императором нисколько не завоевателем но как же счастлив он сейчас и как невозможно ему достичь своей мечты своего идеального состояния в том мире в котором он сейчас находится я так запомнила его и его я тоже запомнила и было это примерно в то же время что я прочитала эту статью то есть 15 лет назад 15 лет назад чуть позже я прочитала книгу Ролла Мэй это американский психолог он занимается ну он вроде как такой гуманистический психолог и он значит все говорит о смыслах о предназначениях но это нужно проверить Ролла Мэй и я говорю сейчас именно так как я помню то есть я ничего специально не гуглила для того чтобы вспомнить это и это важно потому что я читала эту книгу двенадцать или тринадцать лет назад то есть тоже довольно много времени и она тоже меня запала так вот в этой книге было про революцию она называлась силой и невинность основной замут я не помню какой там был основной замут конечно же она была написана задолго до глобальных потрясений и даже интернета когда люди пишут о мире до интернета и пытаются его объяснять это всегда немного смешно и как мы можем им верить они же ничего не понимали они же даже не могли представить правильно но эта книжка мне тоже запала она была о революциях в том числе там была глава там была всего лишь одна глава в этой главе он описывал то необыкновенное чувство общности наполненности цельности и смысл которое объединяет людей которые так или иначе протестуют свергают маршируют не маршируют а как сказать ну на движение за какие-то права активисты и всякое такое студенческие восстания кажется и вот он приводил такие примеры и там была такая мысль что действительно очень сложно добиться таких же накалов после а может быть там этой мысли не было может быть я уже и проецирую в общем по какой-то причине все эти идеи они мне как-то западали и почему-то я почему-то я все думала и думала об этом я то и дело вспоминала потому что мне казалось что здесь есть что-то о чем мне нравится говорить мне интересно говорить ирландцы у меня был знакомый он играл ирландскую музыку мне кажется он ее и сейчас играет он был очень нехорошим исторителлером он очень любил ирландцев и очень ненавидел англичан и со всеми своим страстностью и талантом он рассказывал истории о том как зверствовали англичане в Ирландии как отрубали они руки волынщика и как много страдал ирландский народ и как важно ирландскому народу все происходящее и я тоже запомнила это и я вспомню что где-то слышала о том что есть некая орландская республиканская армия что есть некие террористы что что-то происходит а вот их разоружили а дальше в новостях еще кого-то разоружают но на этот раз уже в Колумбии и там тоже какие-то партизаны они воюют против чего-то я помню что я думала я думала с жалостью о них вроде бы как некий триумф переговоры привели к позитивным результатам но мне было жаль их мне казалось что теперь они никогда не будут счастливы больше никогда не будут чувствовать что они на войне борются за что-то у них никогда больше не будет такой прекрасной и интересной жизни на полный смысл во всех мультфильмах где герои сталкиваются с тяжелыми этими всеми ситуациями на пути к своему счастью я всегда думала о том что же что же будет дальше если больше не будет приключений и в общем все